Величайшие произведения архитектуры, живые свидетели прошлого. История страны. Наша история. Сегодня эту историю воссоздают группа Сумма и благотворительный фонд Зиевудина Магомедова «Бэри». Дом Петра I в Дербенте. Память о визите императора в самый древний город страны. Домик Петра в Голландском Зоандане – колыбель будущей великой державы. Копия этого дома находится в музее-заповеднике «Коломенское». Кронштадтский морской собор – самый крупный из морских соборов России. Детская музыкальная школа имени Гнесиных – начало пути будущих музыкантов. Большой театр – символ России. Его реконструкция стала одним из самых значимых событий для всего мира. Была выполнена гигантская работа, и теперь, я думаю, на несколько сотен лет проблема устойчивости этого здания решена. Это главное достижение той реконструкции и реставрации, которая была. Перед реставраторами стояла задача не только сохранить исторический облик здания, но и сделать его сцену одной из самых технологичных в мире. При создании сценической механизации театра были применены инновационные технические решения. В Большом театре впервые применена история, когда софитные фермы двигаются не только вверх-вниз, но и в глубину – от портальной коробки до арьера сцены. Это в мировой практике отсутствует, и это наше новшество. Впервые в истории российского театра сценическое покрытие можно менять с оперного, отражающего звук, на балетное, звукопоглощающее. Новая оркестровая яма стала одной из самых больших в мире. Восстановлена легендарная акустика. Отреставрирована анфилада зрительного зала. В здании установлено 17 лифтов, 6 из них – панорамные. Реконструкция более чем вдвое увеличила площадь театра. В минусовых уровнях Большого театра, которых просто не существовало, построены достаточно большие склады, которые принадлежат художественно-костюмерной части. У них достаточно серьезная общая площадь, почти как футбольное поле. Появилось 6 подземных этажей с уникальным Бетховенским залом под театральной площадью. Благодаря уникальной механике, платформы сцены и зрительного зала могут находиться в трех разных фиксированных положениях. Великие здания, как и великие горы – создание эпох. Но только люди способны продлить их жизнь на века. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова